Петр, я зову один, зажигание! Шамотер, передлично, продолжаем полет! Впервые с Юрием Алексеевичем Гагарином мы увиделись еще тогда, когда он был в составе комиссии, отбиравшей кандидатов в отряд космонавтов. Вот стою я на вытяжку перед комиссией, а Гагарин вдруг спрашивает, а не жалко вам, товарищ майор, будет менять свою красивую морскую форму? И так-то он спросил, что я подумал, наверное, ему самому было жалко. Так вспоминал о своей первой встрече с Гагариным Алексей Александрович Губарев, самарец Губарев, уже мечтавший о звездных далях. Дорогу делает не первый, а тот, кто вслед пуститься смог. Второй. Не будь его, наверное, на свете не было бы дорог. А не жалко вам, товарищ майор, будет менять свою красивую морскую форму? Это была первая фраза, обращенная Гагарином к Губареву. Впрочем, ту самую первую встречу Губарев, слишком возбужденный торжественностью момента, не мог считать их знакомством. Очень уж было ему трудно совместить в сознании образ члена комиссии Гагарина с тем телевизионным образом, к которому все привыкли. Поэтому ту самую первую встречу он знакомством и не считал. Слишком уж растерялся во время ее. Но зато впоследствии у него уже больше не возникало робости при виде этого знаменитого человека. Потому что избавиться от этой робости ему помог сам Гагарин. Едва прибыли в Звездный, вспоминал Губарев, я глазам своим не поверил. «Смотрю, Гагарин, а я вижу», – произнес тот, – «висит морская шинелька-то». «Ну, значит, прибыл морячок. Что ж, давай знакомиться». С тех пор между ними все было просто и ясно, как между товарищами. В общении с Гагариным, как часто потом вспоминал и подчеркивал Губарев, вообще подкупало умение выбрать нужную тональность в разговоре, найти язык с любым собеседником. Гагарин обладал природным даром мгновенно ориентироваться в изменяющейся обстановке. А еще космонавты вспоминали и рассказывали потом, каким обладал Гагарин самообладанием. Тогда, накануне своего первого полета, остающиеся на космодроме, волновались тогда заметно больше, чем он. Тот, кто отправлялся в неведомый, а в те времена почти потусторонний мир. Когда их двоих, Гагарина и его дублера, одетых в скафандры, везли на стартовую площадку, один из ученых, расчувствовавшийся в этот торжественный момент, нагнулся к Юрию, обнял его и заплакал. Гагарин только крепко сжал ему руку и произнес «Ну-ну, нельзя же так». Вот представляете, 1961 год, первый полет Юрия Гагарина. В это время я студент музыкального училища на Украине. Ну, молодежь, мы там 18-19 лет, мы ходили. И вдруг мы читаем в газетах, на первых полосах опубликована фотография у нас тут Юрия Гагарина. Вот он есть, а там был вообще шлем на полстраницы. Все девчонки, которые были от нас, отвернулись, все влюбились в Юрия Гагарина. У нас это было непривычно, потому что мы как-то ходили все вместе, и тут Дрих – все, вы не те ребята, вот для нас кумир. Это случилось в Подмосковье, в селе Чашникове в 1936 году. Папа заболел и скоропостижно умер. Смерть отца произвела на меня тяжелейшее впечатление и объяснила мне сразу две вещи. Во-первых, я понял, что значил для меня отец. Во-вторых, был потрясен горем матери, которая бросилась к нам, детям, прижимала к себе и обливала нас слезами. Позже я понял, что плакала она не только об отце, но и о нас, оставшихся без него. Наша жизнь и так-то была нелегка, а без отца она стала еще тяжелее. Мать работала в совхозе и долго не могла оправиться от горя. Оно, это горе, я думаю, отразилось и на моем формировавшемся характере. У меня очень рано появилась цель сделать жизнь матери легче. А когда у человека есть цель, появляется и упорство. С этим упорством я начал учиться и после первого класса порадовал мать похвальной грамотой. Боялся ее чем-нибудь огорчить, прекрасно понимая, какие у нашей семьи доходы и достатки, ограничивал себя во всех желаниях. Попросить мать о какой-то покупке у меня бы язык никогда не повернулся. Мне было 10 лет, когда окончательно и бесповоротно кончилось мое детство. Грянула война. В селе, где я жил, остались только женщины, старики и дети. К осени вал войны докатился до стен Москвы, но прежде он подмял под себя наше село. Подмял, растоптал и растерзал его. Совхоз был уничтожен и сожжен. Там, где еще вчера вдоль дорог тянулись аккуратной цепочкой избы крестьян, теперь чернели пепелища и над ними возвышались изрешеченные осколками печи. Жить здесь было больше невозможно. Без скарба, в руках и с ледяной стужей в душе мы отправились на восток. И вселились в Куйбышевской области, в селе Гвардейцы. Китель вот Губарева висит. Это у нас земляк, который летал. Мы видим здесь фотографию, что ценное. Вот эта фотография, казалось бы. Это передал в форме стоит Илья Алексеевич Максимов. Корреспондент Красной Звезды. Здесь в Самаре представитель. Ему делать на фотографии Юрий Алексеевич дает автограф. И отсюда, с аэродрома авиационного завода, он уже улетел в Москву. В ходе полета Куйбышева в Москву он переделся уже в форму военную. В Москве он вышел уже в форме влетной. Майор летел к старшим лейтенантам. Ему было присвоение сразу через ступень майора. А мы с вами продолжаем читать книгу Алексея Александровича Губарева. «Орбита жизни». И вот, наконец, объявлена минутная готовность. Специалисты стартовой команды закончили заправку ракеты-носителя и выполнили последние предстартовые операции. Мы затянули привязные ремни, захлопнули гермошлемы, надели перчатки. Звучит команда «Ключ на старт». Как же все-таки медленно движется секундная стрелка. Вот уже включены цепи, обеспечивающие одновременный запуск всех двигателей ракеты-носителя. Мы хорошо слышим в кабине щелчки клапанов. И вот звучит долгожданная команда «Пуск». Чувства торжества и радости, испытанные мной в эту минуту, разделял и мой бортинженер. «Ну, поехали мы на работу», – произнес он. До чего же радостно растягивал он эти слова. Воведение корабля на орбиту продолжалось около 9 минут, точнее 540 секунд. Все это время усиливался шум двигателей и нарастали перегрузки. Правда, вселял уверенность, спокойный голос с Земли. И параметры двигателей в норме, машина идет нормально. И вот я поймал момент, когда отделилась первая ступень, затем вторая, теперь работала только третья. Продолжался разгон корабля до того момента, когда он наберет первую космическую скорость – 28 тысяч километров в час. Наконец отделилась третья ступень. Послышался хлопок, за которым наступила полная тишина. Космическая победа, если применимо это слово, потому что это действительно победа. Человек, который многие тысячелетия только смотрел и так далее. Авиации немножко начали подниматься, но не так высоко. И уже полет дальше аж в космос, который совершил Юрий Гагарин. Это победа очень большая. Победа человечества достигнута в том плане, что мы что-то новое для себя познали. Мы прорвались за пределы, которые до этого только были в умах, в разумах и в мечтах. Мы смогли вот это совершить. Ночь с 10 на 11 августа 1962 года Гагарин провел на скамейке возле домика, где спокойно спали Николаев и его дублер Быковский. А утром на вопрос, какие мысли посетили его в эту ночь, он не то серьезно, не то в шутку ответил. Какие мысли? О Луне! Гагарин бессменно дежурил на командном пункте во время полета Быковского и Валентины Терешковой. Готовил и провожал экипаж многоместного «Восхода-1» во главе с Комаровым. А во время полета Беляева и Леонова тоже неотлучно находился на командном пункте. Во второй космический полет Комарова Гагарин провожал его не только как наставник, но и как дублер. Полет, как известно, закончился трагически. Тогда Гагарин подал рапорт. Именно он, дублер Комарова, должен повторить этот полет. Он день и ночь ходил по начальству. Мучился от необходимости хлопотать за самого себя. А еще больше мучился от понимания того, что его берегут. И поэтому не хотят снова отпускать в космос. 18 февраля 1968 года, на другой день, после защиты дипломного проекта военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, Гагарин участвовал в пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Когда ему был задан вопрос, полетит ли он еще в космос, Гагарин ответил, обязательно. Я не представляю себе жизни без авиации, без полетов и без космоса. Он открыл людям земли, дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Мне кажется, что он дал людям гораздо больше. Напишет потом Сергей Павлович Королев. Он дал людям веру в их собственные силы и возможности. Дал возможность идти по жизни смелее и увереннее. И первый, а лишь второго, а ради, мог все снести. Мог впасть в пути, чтоб только тот поднялся сзади. Второй, чтоб за ним идти. С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры подогнал «Симон»